В этом видеообзоре я хочу представить вам универсальный конструктор страниц NicePage. Недавно я открыл его для себя и хочу в этом видео рассказать о нем. Такого я еще не видел. Обратите внимание, сейчас вы находитесь на странице разработчика этого конструктора. И что они предлагают? Они предлагают не только конструктор страниц на Joomla, вы это можете видеть. Также вы можете взять версию для WordPress, загрузить приложение для macOS, загрузить приложение для Windows. То есть прямо на Windows, я конечно не загружал, но я предполагаю, что у вас будет возможность скачать программу и прямо на компьютере создать HTML страницу, которую впоследствии вы сможете выгрузить на хостинг. И даже есть конструктор онлайн. Я буду показывать в этом видео на примере конструктора страниц на Joomla. И чем он отличается от других конструкторов на Joomla, я тоже расскажу. Кто смотрит мои видео, знает, что я люблю эти конструкторы всякие разные и очень часто делаю на них обзоры. Так вот, сегодня на NicePage в этом видео меня зовут Федор Васильев и поехали! Сразу о самом главном, про отличия. Вы сами можете на странице посмотреть, убедиться, у них есть гифка, описание и так далее, что вот так легко сама страница, то есть на холсте, именно принцип создания страницы, на холсте видите, как мышкой просто передвигается. Почему я в заголовке назвал аналог Adobe Muse? Потому что это очень похоже. Те, кто разочаровались, что программа больше не развивается, для вас теперь есть хорошая новость, что вы можете просто взять этот конструктор и аналогично, без знания кода, просто двигать мышкой объекты и сделать страницу такой, как вам нужно. Второе, то что практически весь конструктор переведен на русский язык, это тоже немаловажно. И третье, тоже одно из самых важных, это скорость загрузки страницы. В отличие от Adobe Muse, кто не знает, или вы можете об этом знать, то что любая страница на Adobe Muse, нельзя ее было закешировать, не было админки, это были недостатки. И самое главное, что страница очень долго загружалась. В наше время это неприемлемо и нужно позаботиться о быстрой скорости загрузки страницы. В данном случае с данным конструктором именно на Joomla здесь все в порядке, я специально наглядно покажу вам тесты. То есть вот сейчас вы видите страницу Demo Site, который я быстренько набросал. Достаточно длинная страница, классическая про авто, имеется форма. Естественно, я его сам не делал. Здесь есть большой ряд шаблонов, заготовленных, адаптивных под мобильные устройства. Если у вас ситуация быстро создать лендинг или лендинги, причем это может быть один Joomla Site, и на разных страницах вы создаете каждый лендинг под свою нужду. И потом, например, даете рекламу на каждый лендинг. Так вот, если нужно быстро собрать лендосы, то вы сможете просто взять готовый макет, который вам приглянулся, быстро загрузить его на Joomla Site, заменить быстро тексток, иконки, картинки на свои, и у вас все готово. И вам даже не придется заморачиваться с адаптивностью. Так как вот сейчас вы можете видеть, все смотрится более-менее нормально, если даже где-то что-то, какой-то блок будет не очень хорошо смотреться, вы сможете сами руками его поправить, буквально просто двигая мышкой, без заморочек. И теперь о тестах. То есть я набросал реально на хостинге сайт вот этот авто, да, и проверил через PageSpeedInside. Результаты поражают. 98 для мобил 94, причем чуть меньше результат показывает без включения кэша и газип сжатия на Joomla. Я тоже тестировал. То есть это вообще поражает. Причем, смотрите, здесь Google говорит, что используются форматы несовременные. То есть многим это сейчас не по нраву, то, что VP не читается там на macOS, на браузерах, на некоторых, да, и люди все равно еще склоняются к использованию изображений JPEG PNG на своих сайтах. Так вот, даже при этом условии, результаты, вы сами можете видеть, просто поражают. Сейчас вы видите здесь картинку, то, что я показываю, не авто, просто я два лендинга набросал. Я вас уверяю, я проверял и лендинг с авто, который вы только что видели. Там тоже результаты очень высокие. Я покажу в админке Joomla сайта. То есть смотрите, сейчас результаты вам показывал скорости сайта при включении. То есть в общих настройках Joomla на сервере я включил GZIP сжатие, причем это дает немного прироста к скорости, совсем чуть-чуть. И я включил стандартное кеширование, вы можете это видеть здесь в системе. И, естественно, я включил родной плагин Joomla для кэша. То есть вот системный плагин кэш, он включен, и это тоже дает чуть-чуть прироста скорости сайта. То есть без включения кэша, без GZIP сжатия на самой Joomla результаты были здесь и на мобилке, и для компьютера в зеленой зоне. То есть это просто поражает. То есть, как правило, конструкторы страниц, чем они удобнее, чем они проще для обычного пользователя, тем они тяжеловеснее. Здесь ситуация совсем другая. Вы сами видите, это просто, на самом деле, это очень удивительно. Ссылку я оставлю на свой сайт. Вы перейдете на мой сайт, и там будет ссылка под обзором на данный конструктор. Скачать вы можете абсолютно просто. Здесь есть кнопка скачать. Нажимайте скачать. Выбирайте платформу, на чем вы хотите создавать лендоз. То есть без регистрации, простое скачивание. Вы сами это видите. Теперь про ценовую политику. Переходим вот сюда. Переходим посмотреть премиум планы. Здесь, на самом деле, нужно вникать и разбираться, потому что некоторые пункты даже мне непонятны про ограничения. То есть, естественно, вы можете воспользоваться бесплатной версией. Я буду показывать обзор на бесплатной версии. У меня нет платной версии. Я тоже показывал на бесплатной версии. Некоторые ограничения понятны. Например, количество сайтов, страниц. Один сайт, пять страниц. То есть, вы даже можете для начала ни за что не платить. Просто попробуйте. Если у вас пойдет, и все будет нормально, и потребуются еще сайты, страницы потребуются, то вы на том же сайте можете расширить просто план тарифный, например, за 49 долларов, и уже иметь там неограниченное количество страниц. Здесь, в принципе, все понятно. 49 долларов, самый ближний план. Например, если вам не хватает, покупайте и пользуйтесь. Первый недостаток, с которым я столкнулся с этим конструктором, так как я пользуюсь браузером Opera, у меня было предупреждение, что в этом браузере конструктор не работает. Ну, как бы странно. То есть, сам сайт работает, а именно конструктор в Joomla, внутри настройках в админке, у меня система предупредила. Поэтому я перешел на браузер Chrome, чтобы редактировать страницу. Теперь о специфике и как это внутри Joomla выглядит, то есть, как создаются страницы, как редактируются, как пользоваться готовыми макетами, как создать сайт с нуля, если вы не хотите использовать готовый шаблон, а набросать блоки сами. То есть, вкратце об этом в этом видео. То есть, я опять же перехожу в админку. Как это устроено? После обычной установки компонента на Joomla, он будет находиться в компонентах, на S-Page, и также у него будет отдельная вкладка здесь, на S-Page. Как я уже сказал, частично он на русский язык переведен, больше его часть. Но вы видите, некоторые пункты здесь не на русском, ничего страшного. Когда вы создаете страницу, просто New Page нажимаете, то есть, это создать новую страницу. Созданные страницы, на самом деле, это материалы. Здесь я создал две страницы, они здесь автоматически создаются. Потом, как редактировать уже готовые страницы. Просто заходите в свою страницу, вы увидите, что материал здесь выглядит по-другому. И здесь есть кнопка Edit на S-Page, то есть, или Preview. Preview – это предпросмотр страницы. Edit – редактировать страницу, то есть, нажимаете на кнопку Edit, и возвращаясь как бы в редактор, на Hold, где вы можете править свой лендинг. Все, потом сохранить, закрыть, и у вас эти страницы, здесь материалы. Например, при расширенной лицензии, может быть здесь сколько угодно лендингов на одном сайте. Ну, соответственно, как с нуля создается, да, то есть, можно здесь, New Page перейти. Открывается такая страница, где вы можете начать с пустого холста, если вам нужно именно руками самому все сделать. Либо вот внизу просто прокручиваете, слева вы можете видеть категории шаблонов по тематике. Просто выбрав необходимый шаблон, кликнув по нему, например, вот это, да, я просто по нему кликаю, немножко нужно подождать, идет загрузка изображений. Конечно, изначально вы должны понимать, что придется вам вникать, изучать данный конструктор, потому что здесь много чего есть, и если вы раньше не пользовались никаким конструктором, здесь придется, конечно, подучиться. Итак, вот она вся страница, все делится здесь на блоки. Я покажу просто на примере, например, редактирование блока. Именно вот это преимущество перемещения объектов, не завязанных на верстку, да, то есть на колонке. Здесь вы свободно перемещаете блоки по холсту, как вам удобно. Итак, вот выкинули шаблон, да, вам нужно быстренько его отредактировать по себе. Во-первых, вот такие иконки наверху, показывающие вам, как сайт выглядит на разных мобильных устройствах. Например, текст. Вот вы видите текст, я навожу на него мышц, видите, просто по нему кликаю, сразу появляются наверху иконки. По редактированию текста, то есть поменять цвет, повесить ссылку, придать жирность. Заголовок первого уровня, нужно поменять заголовок, можете менять. Соответственно, справа здесь также появляются различные иконки управления, там позиционирование и другие возможности. Вы можете просто зажать левой кнопкой мыши, смотрите, и двигать текст, как я и говорил, видите, так, как вам нужно. Причем, вот как вы его подвинули, так он и останется на сайте. То есть это очень удобно. Это и есть главное отличие от всех других конструкторов на Joomla. Joomla. Это не просто перемещение текста, да, у нас помечается линиями, то есть что текст сейчас находится по центру. По центру по горизонтали, по центру по вертикали. Вот сейчас. Причем вы можете этот текст двигать, чтобы он по-разному смотрелся на разных устройствах. Например, я хочу, чтобы на компьютерной версии он был вот здесь. Кликаю на иконку ноутбука, да, а здесь я хочу, чтобы на этом устройстве он отображался, например, где-то здесь. Смотрите. То есть здесь на компьютерный текст будет здесь находиться, здесь он будет находиться вот здесь. И естественно, для каждого устройства вы можете двигать элементы, чтобы это хорошо смотрелось. Согласитесь, это удобно. Сделали все элементы, нажали кнопку сохранить, все, изменения вступили в силу. И есть иконка предпросмотр. То есть вы делаете сайт, это еще как бы не сохранено, например, но вы можете просмотреть это в готовом виде, как это будет выглядеть. Нажимаете потом на крестик и возвращаясь в режим редактирования. То же самое редактируется каждый следующий блок. Вы видите, я навожу мышкой, да, они подсвечиваются. Также можно объекты скрывать, например, на мобильных устройствах. Вот здесь внизу есть скрыт на мобильном. И, например, вот задний бэкграунд, да. Сейчас я текст помещу сюда. То есть вот она у меня иконка. Вот здесь вот есть. Я могу либо отсюда картинку загрузить, либо кликнув вот по этой иконочке. Вот эти готовые изображения, они, вы не можете воспользоваться в бесплатной версии NicePage. Надо будет покупать лицензию. Но это не страшно, вы можете загрузить свои изображения. Или вот мои картинки. Здесь вот есть у меня загруженное изображение. Я чуть позже покажу, если я буду делать сайт с нуля. Также есть эффекты параллакс, эффекты анимации. Также можете назвать страницу. Изначально она имеет имя Page. Можете назвать как-то страницу, например, 4. Сохранить. Также страница имеет настройки SEO и внедрение, например, счетчика аналитики. Если вы перейдете сюда, вот настройки сайта, здесь есть SEO, ключевые слова по умолчанию. Здесь вы в этом поле можете прописать описание по умолчанию данной страницы. Также есть возможность внедрить Google Аналитику. Индификатор, чтобы отслеживать посещаемые. Стоимость сайта. HTML. Метатеги дополнительный HTML. И произвольный CSS, если вы знаете код, если нужно как-то что-то здесь дописать. Ну и все-таки давайте на тексте покажу. Вот, например, я, видите, так вот легко выделил текст и прописал свой. И сохранюсь. Когда нужно выйти отсюда с режима редактирования, вы нажимаете вот на этот крестик. После нажатия на крестик вы как бы находитесь вот здесь вот в статье. Можно отсюда поменять название заголовка статьи. Сохранить, закрыть. Вот у меня, видите, страница 4, она здесь. Теперь у меня главная страница привязана к материалу. Как вывести это на сайт? Вы просто переходите в меню, обычное меню Joomla. Вот Home, Home. Это главная страница. Она ссылается на страницу вот с этим авто. То есть я просто перешел в главную страницу. Здесь я выбрал менеджер материалов. Выбрал материал, отдельное отображение материала. И ниже я просто выбрал созданный материал. Страница 1. Сохранить, закрыть. То же самое я сделал для страницы 2. То есть вот это у меня альяс. Я вам сейчас быстро покажу, как я могу быстро переключиться на просмотр уже второго лендинга на том же сайте. В адресную строку я к своему домену слэш подписываю альяс второй страницы. Нажимаю Enter. Вот она вторая страница. Шаблон, который я воспользовался, чтобы просто протестировать данный конструктор. То есть это к тому, что вы можете на одном сайте иметь разные лендинги, целую кучу. И каждый лендинг у вас там рекламируется, рекламируете свои товары. Соответственно, вы сейчас видели, я создал еще один лендинг. Сейчас наглядно покажу. Например, это страница 3. Называю ее страница 3. Дальше я выбираю материалы. Дальше выбираю материал. Выбрать материал. И вот она, страница 4, которую я только что для вас создал. Вы это видели. Выбираю ее здесь. Нажимаю сохранить. Но чтобы путаницы не было, я вот здесь переименую страницу 4. Еще раз сохранюсь. То есть вот этот альяс, чтобы просмотреть просто сайт в реальном времени, я просто подписываю в адресную строку, нажимаю Enter. Вот вы видите мои правки. Привет, мир! Я написал. Естественно, я в этом коротком обзоре не буду показывать, как редактируется весь сайт. Уже просто по аналогии вы сможете отредактировать его. Немножко поигравшись, понять принцип. Здесь все понятно и до безумия просто. То есть смотрите, сейчас сайт кешируется. Еще раз наглядно покажу, чтобы не было никаких вопросов, что это все реально. То есть в режиме видео я проанализирую скорость загрузки вот этой четвертой страницы. И у нас результат для мобила 93, 98 для компьютера. То есть, как я и говорил, любая страница здесь с очень высоким показателем, без танцев с бубном. Не надо ставить каких-то дополнительных плагинов по оптимизации сжатия CSS и HTML файлов. Достаточно просто на стороне сервера, именно на стороне общих глобальных настройок Jumla включить GSD-бежатие, хотя, как я уже сказал, это чуть-чуть дает прирост скорости. И включить обязательно кеширование сайта, это обязательно нужно. Без этого всего все равно результаты очень высокие. Конечно, хочется потестировать, создать максимально длинную-длинную-длинную страницу презентации, чтобы проверить именно уже, как покажет себя скорость загрузки сайта. Ну, возможно, используя изображение VP. И, может быть, если результаты будут очень хорошие, при такой длинной странице я возьму этот конструктор себе на вооружение для своих презентаций, то есть своих презентационных курсов каких-то. Ну, чтобы моя страница презентации грузилась быстро для моих клиентов. И покажу немного, как работать с чистым холстом какие-то элементы, да, то есть, если хотите делать без шаблона с нуля. То есть, я перехожу New Page. Здесь выбираете начать с пустой страницы. Кликайте сюда. Здесь можете нажать New Blog. Просто добавляете новый блок. И здесь, помимо того, что вы можете прямо с нуля создавать каждый блок, вы можете из готовых блоков тоже брать какие-то заготовки. Здесь много чего есть. Можете просто смотреть, походить по категориям. Или просто выбрать пустой. То есть, вот получается пустой блок. Здесь сразу вы можете, например, задать заливку. Сохранюсь. И сделаю предпросмотр. Вы это видите. Пустая абсолютно страница. И верхний блок у нас залит цветом. И здесь все просто. Здесь есть плюсик. Например, нужен какой-то текст. Заголовок первого уровня. Я его здесь выбираю. Кстати, не обязательно мышкой двигать по холсту. Здесь есть элементы выравнивания. То есть, абсолютно правильное выравнивание по центру, по X и Y. Дальше, например, текст жирным. Размер сделаю, например, H1 у меня чуть больше. Повесить ссылку. То есть, все здесь. И вот здесь все это управляется. Например, дальше я хочу повесить какую-нибудь кнопку. Нахожу здесь плюс добавить элемент. Вот у меня здесь есть кнопки. Я просто нажимаю на кнопки. Вот вы видите, кнопка здесь помещается. Я могу сделать какой-то градиент кнопки или заливка цветом. Например, сделаю какой-нибудь красный. Дальше сделать жирный текст на кнопке. сделать шрифт на кнопке, например, чуть больше. Цвет при наведении. Скругленные края. Надо тень. Пожалуйста, тень. Добавляю для кнопки. Повесить анимацию. И все в таком духе. И также для мобильной версии вы можете смотреть. Да, у нас уже, в принципе, все смотрится нормально. Хотя здесь элементов мало. Но просто я вам показываю принцип, да, как все легко здесь вы сможете создавать. Не думаю, что потребуется какой-то глобальный большой урок или целый курс, чтобы все разжевать, как пользоваться каждым элементом. Но если все-таки у вас есть такое желание, чтобы я записал пошаговый видеокурс, большой и объемный, от А до Я, как пользоваться данным конструктором, чтобы получить максимальный профессионализм, напишите об этом в комментариях. Если будет много желающих, то возможно, я возьму в разработку и в будущем создам курс. Естественно, это будет платный курс, вы должны понимать, и возможно, этот курс будет по платной версии NicePage, чтобы показать максимальные возможности данного конструктора. Или вы всегда сможете заказать сайт у меня, если вы сомневаетесь и у вас нет времени. Вы можете позвонить мне бесплатно через приложение Viber или WhatsApp. Телефон мой вы видите сейчас на экранах. Звоните, давайте обсудим ваш проект. На этом данный обзор я заканчиваю и увидимся с вами в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok